Всем привет! Вы смотрите блог «Как там дома? Донбасс» и с вами я, Денис Пахила. Ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения на Донбассе крайне нестабильна. Об этом на прошлой неделе заявил посол Мико Кинунон, представитель УБСЕ в Украине в трехсторонней контактной группе. По данным мониторинговой миссии, которая работает на Донбассе, сейчас количество обстрелов, взрывов и прочих нарушений в день больше, чем было до наступления полного режима тишины в июле 2020 года. Понятно, что речь об аналогичном периоде 2019-го, ведь на Донбассе была куда горячее с 2014 по 2017 годы. Специальная мониторинговая миссия УБСЕ регулярно сообщает об обстрелах и повреждениях жилых домов, школ, больниц и других учреждений. И в последнее время, все чаще из отчета в УБСЕ мы узнаем, что стрельба ведется из тяжелого вооружения. О том, что на подконтрольной территории дома повреждены и разрушены снарядами крупного калибра, сомнений нет. Это все можно легко проверить. Ну а вот данные, которые подают самопровозглашенные власти ЛДНР, могут проверить только международные наблюдатели. Да и то не всегда. Незаконное вооруженное формирование далеко не всюду пропускают наблюдатели УБСЕ через свои блокпосты. Наблюдателям по-прежнему очень сложно получить информацию от простых жителей, работников местных учреждений, которые стали очевидцами обстрела. К примеру, 24 ноября незаконное вооруженное формирование ДНР дважды не пропустили патрули миссии УБСЕ через блокпост вблизи Горловки. Незаконное вооруженное формирование ЛНР 23 ноября не пропустили патрули УБСЕ у Золотого, станицы Луганской и Молодежного. Персонал больницы в неподконтрольной Михайловке отказался разрешить команде СММ войти в здание. Ну то есть наблюдатели толком не смогли даже проверить здание, чтобы понять откуда и из чего вообще стреляли по больнице. И таких случаев было уже ну очень много. Чаще всего вооруженные люди запрещают проезд, ссылаясь на указ своего руководства. Ну а работники больниц, школ, детских садов попросту боятся вооруженных людей, называющих себя властью. И снова мы задаемся одним и тем же вопросом. Что же скрывают так называемые ЛДНР? Если вы заявляете об обстрелах мирных жителей, ну и хотите, чтобы вас услышали во всем мире, то почему вы скрываете правду от людей, которые являются независимой, я подчеркиваю, международной наблюдательной миссией? Почему репортаж с места события может сделать только пропагандистский российский канал, ну и пара местных? Почему только им можно показать короткое интервью с местными жителями, пострадавшими и очевидцами? Люди, называющиеся властью в Донецке и Луганске, объявили настоящую травлю миссию БСЕ. Там пытаются показать картинку, что якобы все население Ордло не доверяет наблюдателям, которые якобы подыгрывают Киеву и не отображают в своих отчетах нарушения со стороны украинских военнослужащих. Что-то здесь не сходится. Я только что привел пример, как наблюдателям мешали выполнять их прямые обязанности. А как можно зафиксировать последствия обстрела, не находясь непосредственно на месте обстрела? В отличие от наблюдателей ОБСЕ, которых кругом не пропускают, часто в считанные минуты после обстрела на месте оказываются российские СМИ. Быстро, оперативно, ну как будто заранее знают, где и когда будет горячо. Представитель ОБСЕ Мика Кинон в целом называет ситуацию тупиковой. Стороны переговоров не могут договориться о предоставлении гарантии безопасности, чтобы в конце концов где-то починить электролинию, где-то трубу залатать и так далее. Например, так происходит в неподконтрольном поселке Коминтерново. На подконтрольной территории ярким примером последних недель стал поселок Невельское. После сильного обстрела этот населенный пункт покинули местные жители. Там раньше жило не очень много людей, около 50 человек. Теперь и они были вынуждены бежать от обстрелов и разрушений. Словно на дворе опять страшный 2014-й. Друзья, напомню вам, что ваш лайк, комментарий и подписка помогают продвигать наш канал на Ютубе. Давайте вместе давать отпор российской пропаганде. Спасибо за доверие и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok